Сегодня у нас с вами эфир на тему «Много хочу, мало могу, как уравновесить свои желания и возможности». Мы поговорим сегодня с вами о том, почему… Я не совсем понимаю. Моя серия заговорила. Мы поговорим с вами сегодня именно на эту тему, потому что очень часто, начиная с детства, у нас с вами есть такая фраза, которая нам часто повторяет «много хочешь, мало получишь». И это такое очень коренное убеждение, которое в нас, как я уже сказала, с детства закладывают. И мы в своём сознательном возрасте, даже когда начинаем становиться старше, у нас возникает некий страх хотеть многого, и тем более об этом кому-то говорить, потому что ко всему этому накладывается ещё убеждение о том, что если ты кому-то об этом расскажешь, то это непременно не исполнится, нельзя об этом никому говорить. И как-то всё, знаете, очень грустно получается. Человек вроде бы говорит «я очень много хочу, но мне нужно жить по тем возможностям, которые у меня есть, мне нужно всё время находиться в реальности». А вообще вот эта история про реальность, она является для нас самой опасной, потому что ещё я помню, начиная с родительской истории и заканчивая даже отношениями, если рассмотреть, которые у меня есть сегодня, действительно постоянный опыт прошлой даёт нам страх перед нашим будущим. И люди, если вы когда-нибудь, например, ставили себе какую-то цель, и вы её не достигали, или, например, вы послушали о том, что нужно быть, чего-то сильно хотеть и не бояться, и вы последние деньги куда-то вложили, например, и пролетели. И вот этот страх формирует опыт, и в результате человек живёт с тем, что, ну, наверное, хотел бы я многое, но я смотрю на вещи реально. И я не знаю, как вам, мне родители в детстве говорили частенько эту фразу «смотри на вещи реально, ты должна оценивать свои реальные возможности». Серёжа, мой муж, говорит периодически, у нас очень интересная пара, потому что у нас 20 лет разница в возрасте, он на 20 лет менее старше. И у него, безусловно, есть опыт ещё тех лет, да, потому что его взросление происходило в СССР, на секундочку, и некий опыт свой тоже есть бережённый, и когда мы начинаем говорить о каких-то вещах, мы вдвоём очень продвинутые, прогрессивные ребята, но иногда он повторяет мне тоже эту фразу «нужно посмотреть сейчас на вещи реальные». Это всё хорошо, о чём мы говорим, но давай взглянем на нашу реальность. И вот вы знаете, это одна из самых опасных штук, оказывается, смотреть на нашу реальность. И сегодня я объясню вам, почему. Буду вам это объяснять, естественно, с позиции того, чем я занимаюсь. Занимаюсь я тем, что изучаю, каким образом силы нашего разума можно использовать для того, чтобы создавать нашу с вами реальную жизнь. И поскольку эта тема очень крутая, поскольку о ней говорят крутейшие люди этого мира, которые в этом постоянно практикуются, я могу вам сказать, что если вы научитесь управлять этим инструментом, который есть у каждого из нас с рождения, что самое прикольное, то есть многие считают, что сегодня тоже на эту тему говорила, что многие считают какой-то особенностью человека, или даже не особенностью, а его привилегией, и то, что он родился в какой-то семье, то, что у него есть там какая-то квартира уже. Ну, в общем, человек… Вот мы всё время привыкли оценивать других людей по каким-то внешним, их привилегиям, как это ещё правильно сказать, слова сбиваются. Ну, в общем, у них чего-то больше, чем у нас. Мы при этом забываем, что каждому из нас дан самый ценный инструмент – это наш мозг. Он есть абсолютно у каждого. И кто-то его использует, кто-то его познаёт, раскрывает и учится, а кто-то использует. Это, знаете, как вот если бы пример вам такой привести. Например, у всех есть коробочка при рождении. Она лежит. Часть людей на эту коробочку даже не обращает внимания. Им даже в голову не приходит залезть в эту коробочку. Какая-то часть людей обращает внимание, открывает и видит там какой-то станок. И думает, что это такое? Это какая-то тяжёлая вещь. О, можно под неё положить книжку. Если книжка помялась, то можно под неё положить книжку, и книжка выроднется. Какой я молодец! Кто-то смотрит дальше и думает, «Ммм, какая интересная вещь, на неё можно вешать одежду, это же шкаф не нужен!» И вешает на этот станок одежду. А кто-то сидит и говорит, «Так, стоп, что это интересно за вещь? Ммм, на этом можно шить, здорово, я попробую на этом шить!» И дальше начинает разбираться, 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 и видит, что это станок, на котором возможно делать всё. И становится супер богатым, супер успешным и так далее. Так вот, наш мозг – это то, что дано при рождении каждому из нас. Но каждый из нас абсолютно по-разному его использует. И большая часть людей не использует те силы разума, которые у нас есть. Не изучает. Под использованием я подразумеваю, прежде всего, изучение, как инструкции. Это как купить миксер, знаете, там большая инструкция, и ничего не прочитать, и пользоваться только одним венчиком. И там, оказывается, миксер полностью всё может делать за тебя. То же самое происходит и с нами. Итак, как я вам уже сказала, у нас есть с вами такая интересная проблемка, которая в нас заложена генетически. Стыдно хотеть. Стыдно хотеть, много хочешь, мало получишь. Это как раз про это. И если ты будешь много хотеть, и у тебя не получится, все будут с тебя смеяться. И нельзя хвастаться обязательно. Это очень важно. Нельзя хвастаться. Если у тебя что-то хорошо, сиди и молчи в тряпочку. Теперь давайте перевернём это всё с историей того, как это выглядит в контексте физики. Я вам уже говорила миллион раз, что мы с вами и всё вообще в мире есть энергия. И энергия, которая есть в человеке, в основном наши энергетические все паутины строятся с помощью наших мыслей. И когда у нас с вами мысли о чём-то классном, позитивном, замечательном, о наших желаниях, о наших целях, у нас с вами идут такие высокие радостные вибрации, которые к нам притягивают какие-то определенные ситуации, обстоятельства, которые помогают нам в этом. Но когда мы с вами находимся в стрессе, когда мы с вами находимся в страхе, когда мы с вами всё время думаем о бедности, о бедах, о проблемах, о том, что не хватает, о том, что долги, о том, что любит, не любит, о том, где взять денег, мы находимся с вами на низких вибрациях, и низкие вибрации еще больше притягивают к нам подобных ситуаций и обстоятельств. А теперь смотрите, что получается. Когда человек рассказывает о каком-то своем желании, он, как правило, рассказывает об этом вообще с полным неверием в то, что это возможно. И он говорит, конечно, я бы хотел, вот он даже об этом сказать толком еще не может, я бы хотел, конечно, жить в большой квартире. Ну, конечно, но нет, я мыслю позитивно, поэтому я радуюсь той маленькой квартирке, в которой я живу. Да, тут у меня все плохо, да, мы тут спим 4 человека в одной комнате, да, и опять концентрируется на плохом. И не на плохом, а на реальности. Минус в чем? То, о чем вы думаете всегда, это и растет в нашей жизни. И я об этом говорю вам каждый эфир. И когда вы акцентируете внимание на том, каким образом вам вылезти из ситуации, в которой вы находитесь, и начинаете пытаться решать проблемы во внешнем мире, а внешний мир это, в общем-то, то, где мы живем, проводим физически свое время. Вы пытаетесь думать, где бы вам взять денег, чтобы заработать, чтобы было больше. Как вам решить вот это? И это вас угнетает, и мама у вас вас угнетает, и партнер ваш вас угнетает. И когда вы концентрируетесь на этом, чаще всего ваше раздумье заканчивается состоянием депрессии. То есть вы расстроены еще больше, вы не знаете, что делать. И в этот момент происходит что? Энергетически ваше поле переходит в такое состояние страдания. И вы притягиваете к себе еще ссоры, обиды, проблемы. Вы говорите, почему я хотел решить проблему, а ко мне начали притягиваться еще больше обвинений в чем-то, какие-то вот ситуации, потому что это квантовая физика. И потому что к вам начинают притягиваться такие же заряды, которые вы сами излучаете. Верите вы в это или нет, это так работает. Что необходимо сделать для того, чтобы получить много? Первое – это поверить. Поверить в то, что вы способны это сделать. Вообще вера – это величайшая, на самом деле, величайшая сила, которая может быть немножко звучит по-библейски, но это не имеет, я к этому не имею отношения. Но история про то, что вы должны поверить, что вы в состоянии получить эту жизнь. Если вы не можете себе визуализировать, представить, просто закрыть глаза и представить себе то, чего вы хотите, то это показатель того, что у вас есть очень сильные блоки, потому что ваша визуализация крайне в данном случае важна. Я в каждом эфире повторяю, что ваш мозг не распознает, когда вы создаете в голове образы, он не распознает и не понимает, это реальность или нереальность. Он чувствует это только энергетически. И энергетически вы можете, например, сидеть, сидеть в каком-нибудь там суперкрасивом ресторане с шикарным видом. Или вы можете сидеть, я не знаю, там, где-нибудь в лесу, но закрыть глаза и представить вот тот самый ресторан. Для вашего энергетического вот такого поля разницы не будет. Ваш мозг верит в то, что вы способны визуализировать. То есть то, что вы видите у себя, закрывая глаза, мозг видит это как реальность. И он воссоздает энергетически и притягивает все, что является в вашей голове реальностью. Вот почему иногда у вас все в жизни хорошо, и вы вдруг устраиваете какой-то скандал, ну такой, завелись на какой-то мелочи, где-то вас порвало, может быть, ваша корона вам надавила, и у вас в жизни начинает все рушиться. И вы не понимаете, как так, все же было хорошо. Почему пошла эта череда? Очереда пошла очень просто, потому что вы вошли на негативную волну, и ваш мозг начал это активно притягивать со всех сторон. И та самая черная полоса активненько у вас пошла и началась. Вот, собственно, и все. Так, человек может быть невизуалом, могу ощущать все эмоции. Конечно. Значит, вообще, если говорить о медитациях и об образах, то многие люди видят черные картинки, и это нормально. Вы можете быть визуалом, аудиалом, вы можете слушать, вы можете быть кинестетиком, человеком, который воспринимает через ощущения. Не суть важна, как вы это увидите. Самое главное, что вы можете это воссоздать в своем разуме, так как вы можете это сделать. То есть вы можете это почувствовать. Если вы, например, когда-либо медитировали или визуализировали, хватит мне, часы-то не с ума сошли. А если вы когда-нибудь медитировали или визуализировали, сбили меня, то что? То, что-то с вами хорошее было. Я забыла, о чем я говорила. Все их сниму. Вибрируют часы, чтобы я подышала. Все, ладно. Так, вопросы сразу. Если что-то не то случилось, быстро разгрести и не зацикливаться, не разгребать. Если с вами вообще что-то произошло, вы должны включить такой есть закон, который мы называем законом вставки. Вы не разгребая, прежде всего, перестраиваете себя внутри. Я вам уже говорила и повторяю говорить, что мы живем с вами в двух мирах одновременно. Внутренний и внешний мир. Внешний мир – это то, что нас с вами окружает. Разные ситуации, обстоятельства, которые с нами происходят. Какие-то люди, какая-то движуха, что-то там. Ваш внутренний мир – это мир ваших мыслей и ваших реакций на то, что происходит. Я вам говорила, например, вот вы идете по магазину и цепляетесь об тележку, например. Вы можете упасть, начать плакать и кричать на человека, который вез эту тележку. Человек может начать кричать на вас. Вы можете подраться и уйти в каком-то странном состоянии, или вас заберут в полицию. А можете улыбнуться, сказать, блин, он может сказать, боже, простите меня, вы можете познакомиться и потом пожениться. Ну, условно говоря, или подружиться. Или просто эта ситуация закончится хорошо. То есть, то, каким образом мы реагируем на те ситуации, которые с нами происходят, они нашу жизнь расставляют. Так вот, вы должны понимать, что мы привыкли всегда управлять нашим внешним миром. Мы привыкли любая какая-то ситуация, которая возникает, ну, что называется, идти и бить морду, да, выяснять все во внешнем мире. И одна из техник, которую больше всего любят мои рерайтовцы, это техника, которая касается ссор. Когда мы поссорились, особенно с партнером, с кем-то поругались, и очень часто девочки говорят, например, что он никогда не идет мириться, ну, мы все знаем эти истории. И вы просто закрываете глаза и посылаете своему партнеру любовь. То есть, вы ведете с ним мысленный диалог, и вы его не обвиняете, а наоборот, вы успокаиваете и говорите, ну, да, может быть, я не права, может быть, ты не права, я посылаю тебе любовь, я тебя люблю. И спустя время человек к вам приходит сам мириться. Это очень прикольно, потому что многие мне говорили о том, что такого не было никогда. Ну, то есть, он никогда так не делал. Потому что вы меняетесь на энергетическом уровне. Вы меняете эту энергию, у вас меняется внутренняя ваша вибрация, и ситуации, обстоятельства начинают складываться, исходя из того, какую энергию вы излучаете. Такая интересная штука. И получается, что когда вы энергетически настроены на то, что вы боитесь чего-то хотеть, вы все время акцентируете внимание на долгах, на проблемах и говорите, вот когда долги закончатся, вот тогда я себе позволю. Вот когда проблемы закончатся, вот тогда. Чем больше вы думаете об этих долгах, тем больше их становится. Чем больше вы думаете о проблемах, тем больше их становится. И идеальная модель – это то, когда вас достали, когда вы устали, когда вы понимаете, что вы сейчас начнете думать о своей реальности, которая отвратная. Это то, когда вы можете закрыть глаза и представить себе ту реальность, в которой бы вы хотели находиться. И вы должны вывести себя на такое состояние, вспомнила, о чём я хотела сказать про медитацию, это про то, когда ты видишь какие-то образы и начинаешь улыбаться, и начинаешь радоваться, и к тебе приходит такое состояние какого-то безумного спокойствия, счастья, радости, иногда слёз радости. То есть это такая настоящая эмоция. И вот в этот момент вы находитесь на правильной волне, и ваша задача, успокоившись, например, в таком медитативном состоянии, понять, что вы хотите жить в этом состоянии, и забить на реальность, вот просто забить внутренне. Понятно, что вы внешне не можете от неё уйти, но внутренне забить. И вы увидите, что очень быстро у вас начнут идти такие, знаете, что называется, плюсики к вам. Вы будете видеть, как какие-то маленькие-маленькие штучки начинают складываться в позитивном ключе. То всё как-то, знаете, ветер в лицо вам дул, а тут наоборот, как-то вам начинает всё как будто бы помогать. Вот это создаёт ваши мозги, ваша энергия, которая у вас тут есть. И поэтому, находясь в любом состоянии, когда вы не знаете, что делать во внешнем мире, вы всегда знаете, что делать во внутреннем. Вам прежде всего нужно поменять отношения или эмоцию по отношению к человеку у себя внутри, поработать с собой внутри. Вот это то, что мы называем осознанностью. И поэтому хотеть много очень важно. И верить в то, что вы можете это получить, тоже очень важно. Что значит хотеть много? Вообще поймите, что много не бывает. Ну то есть мир настолько изобилен, что что такое много или мало, решаем только мы с вами. Как в магазине, да? Вас же никто не ограничивает, сколько вам купить там бутылок молока. Вот сколько хочешь, столько и купи, да? Там на сколько у тебя есть денег. А если у меня есть деньги на все бутылки молока? Но я сама для себя выбираю, чего я хочу. Вот вы должны понимать, что в жизни вы всегда получаете то, что вы выбираете. Если у вас чего-то нет или чего-то мало, потому что вы это не выбрали. А выбор – это не только сказать. Выбор – это значит находиться в этой энергетике, быть готовым это принять, расшириться настолько, позволить себе это всё принимать, осознать, что вы этого достойны. У нас такое количество комплексов у людей, что просто иногда становится страшно. Опять-таки вот это воспитание, которое во многих вкладывалось, что нельзя, неприлично, неудобно. Я сегодня, короче, ребята, прихожу, иду в школу к Еве с Алисой забирать их. И потом иду, смотрю, такая на себя, и думаю, бляха-муха, мне 37 лет, я пришла забирать детей. И понимаю, что я себя ловлю на том, что, может быть, маме не надо так одеваться в школу. Потом я понимаю, что я же не в школу одевалась вообще, я просто зашла их забрать. И думаю потом, ну вот о чём ты вообще думаешь? Ну откуда у тебя в голове такая мысль? Вот эти убеждения, что ты где-то, как-то, чего-то должен выглядеть, зачем? Ты выглядишь так, как тебе нравится, так, как ты себя ощущаешь. Одежда – это вообще способ выражения себя. Меняетесь вы, меняется ваша одежда, это тоже норм. И мы должны дать себе свободу, работать над свободой, над своими мыслями. Опять-таки часть людей, с которыми я работаю, всё время говорят мне, «Оля, вот это можно, а можно вот такой дом себе описать, а можно такого партнёра себе?» Ну вот уже вот этот вопрос «можно» сразу же показывает нам, где зарыта собака. Мы очень многого себе не разрешаем. И разрешить прежде всего нужно себе в голове. То есть мы когда говорим, например, как уравновесить желания и возможности, мы головой подозреваем, подразумеваем, что нужен какой-то бизнес-план, как заработать. Нужно, вот очень, я много лет преподавала и обучала бизнесу, и я сталкивалась с тем, что некоторые люди просто либо доходили до потолка, и не могли его пробить, вот никак не могли, либо вообще не могли ничего заработать, всё время в какой-то мелкотне валялись. И только позже я осознала, что это был вопрос не бизнес-технологии, это был вопрос в голове. Вот вопрос в голове, он как бы является самым ключевым. Вы должны разобраться со своей головой, найти те скрытые убеждения, которые у вас есть, почему вы так этих денег боитесь, или почему вы так этих отношений боитесь, или почему вы в себе настолько не уверены, кто, что, когда вам сказал или сделал, что вы вдруг всего этого испугались, что вам чего-то нельзя. Я знаю много людей, которые даже в магазины определённые боятся зайти, даже не в самые дорогие. Вот это ощущение «я недостоин» внутреннее, оно очень чётко присутствует. И когда человек говорит «я много хочу, но у меня мало получается», как правило, это означает «я вообще боюсь хотеть». Я вообще боюсь хотеть, я не знаю, что такое «хотеть». Все мои желания, это как правило, ну не мои, а такого человека, это как правило какие-то очень мелкие желания вообще, то есть это внутренние ограничения и барьеры. И первое, что я могу посоветовать и порекомендовать, это начать заниматься визуализацией. Не будем называть это какими-то словами, вроде медитации или ещё что-то, найдите какую-то музыку, которая вам нравится просто, и попробуйте представить себе что бы то ни было. Если у вас как проблемы в отношениях, представьте себе те отношения, которые бы вы хотели. Вот прям представьте себе этого партнёра, или может быть, что ваш партнёр себя так ведёт. Погуляйте с ним, сходите куда бы вы хотели, посмотрите, как бы вы выглядели, что бы вы надели, что бы вы говорили, какая бы музыка играла вокруг. То есть просто вот закройте глаза и попробуйте это увидеть. Если это касается вашего дома, в какой-то конкретной его части, представьте себе, как бы вы в идеале хотели, чтобы это выглядело. Если это касается там, например, ваших финансов, ну у меня были разные образы, вот например, в один из моих сложных периодов, который, к счастью, закончился, у меня было желание выбросить всю одежду из своей гардеробной, просто выбросить, ну не в плане в мусорник, а вот просто удалить вот всё там на 90%, вот прям такой, знаете, образ. Я прям вот представляла, вот я недавно только завершила эту историю, и мега счастлива вот, что это произошло. То есть представьте себе, проживите это, почувствуйте, вот у вас внутри должно зародиться некое такое, знаете, вот такой вот маленький зёрнышко, вот росточек, который вы должны почувствовать, который вы должны захотеть взрастить в себе дальше. Визуализация в этом помогает, хотя бы на уровне того, чтобы увидеть что-то, чтобы понять, вы вообще способны это увидеть, или ваш мозг настолько закрыт, что вот ваша коробочка, в которой вы живёте, это для вас весь мир. Например, посмотрите, походите по Пинтерсту, посмотрите на картинки, посмотрите, не знаю, там Инстаграм, может, вы на кого-то подписаны, посмотрите вообще, какие масштабы, в чём бы то ни было есть. Представьте себе, часто человек говорит, я хочу работать, работу другую, да, или я хочу заниматься бизнесом, и ты говоришь, а каким, а какую работу? И вы тоже не можете представить. Закрывайте глаза, пробуйте, представляете что-нибудь, смотрите на какие-то образы. Вы должны понимать, что ваша жизнь не будет меняться до тех пор, пока вы не поймёте сами, чего вы хотите. Это колоссальная проблема, потому что вы вибрируете на той частоте, в которой вы находитесь. И до тех пор, пока вы живёте в той жизни, в которой вы находитесь, до тех пор, пока вы думаете об этой жизни, до тех пор, пока вот эти ваши интересы, это всё, что находится среди вас, и вы нового ничего в жизнь не пускаете, у вас ни черта не поменяется в жизни, вы будете по-прежнему жить так, как вы жили, понимаете, и заниматься вот этим анонизмом, когда вы говорите, что-то я не знаю, ничего не могу намечтать, если вы не можете намечтать, вы ленивая задница, вы это тоже должны понимать, вы взрослый человек, если для вас проблема мечтать, вы ленивая задница, обмажетесь говном и помечтаете покупаться, выводите себя из состояния вот этой тряпки половой, которая постоянно что-то ноет, вот я наблюдаю таких людей, я уже этих людей приняла, просто я приняла тот факт, что их в моей жизни нет, но я знаю, что у многих есть такая проблема, когда вы половая тряпка, которая не может принять решение, может вас в детстве не научили принимать решение, может быть, я не знаю, какие были вопросы, но это не повод не проснуться прямо сейчас, и прямо сейчас себе сказать, да мать твою, да неужели я в жизни, в которой есть так много всего, разных профессий, разных действий, разных хобби, я не могу найти то, что мне нравится, почему? Да потому что я жопа ленивая, потому что я даже не ищу, потому что я сижу, как вот это, знаете, на печи, Машенька, Машенька, съешь пирожок? Нет, матушка, это голимый пирожок, съешь пирожочек с маком? Нет, матушка, съешь пирожочек с изюмом? Нет, матушка, да сучка ты, Машенька, сучка дрянная, иди полы мой, иди посиди в канаве с говном поразгребай, и тогда, может быть, ты чего-то захочешь. Если состояние у вас вот такое, что вы не знаете, чего вы хотите, значит, пойдите, я не знаю, поработайте волонтером, что-нибудь узнайте. Не может сегодня человек, взрослый, не может ни при каких обстоятельствах найти оправдание своей собственной лени тому, чтобы реализовываться. Вы тупо прожигаете жизнь. И если вы не реализуетесь в этой жизни, поверьте, в следующей у вас будет расплата. Понаблюдайте за людьми, которые их возят на креслицах, не с которыми что-то случилось, а вот которые там родились и сидят с головой на боку. Это же тюрьма. Это тюрьма для людей, которые где-то что-то сделали не так. Занимайтесь собой. Занимайтесь собой, развивайтесь. Вы такие счастливые. Вы можете ходить, вы умеете разговаривать, вы можете делать массу дел полезных, разных, служите миру, служите людям, служите себе, кому хотите, но используйте эту жизнь каким-то образом, а не сидите и не нойте и не жалуйтесь бесконечно. Потому что если вы ноете и жалуетесь, это означает только то, что вы не берете ответственность за себя. Потому что вы опять-таки ленивая жаба, бородавками там все покрытая. Вот кто вы. Понимаете? И как это ни назови. Я сейчас стала весьма добрым человеком, но при этом, когда люди такое говорят, как вам не стыдно. Как вам не стыдно? Хочется сказать. Я очень надеюсь, что в этом эфире таких людей нету. Но тем не менее, каждый эфир мы помогаем парочке таких людей, которые у нас просыпаются. Поэтому не принимайте это как личное оскорбление. Я просто хочу, чтобы вы это осознавали. И если вы думаете, что у меня не было таких состояний прокрастинации, когда я сидела, выпучив глаза, тоже были. Но я все время себе давала какие-то новые гипотезы. Что еще попробовать? Что еще сделать? Давай так, давай этак. Потому что мне жалко, мне жалко, что жизнь-то она яркая, она офигенная, и я могу ее выбрать. Так вот я вам даю подсказочку. Вы можете ее выбрать изначально в своей голове. Потому что та жизнь, которая у вас есть сегодня, вы ее-то в своей голове и выбрали. У нас только одна библиотечка, где можно выбирать. Вот тут вот. И то, что у вас сегодня есть, это все вы выбрали. Я хочу, чтобы вы понимали, что вы активны, вы ответственны за это. Вот эта ваша активность в жизни, она вот, вы ее видите в результате. То есть вы должны понимать, что ваша реальность, ваш внешний мир формируется посредством вашего внутреннего. То, о чем вы думаете, вас и окружает. То, что с вами происходит, будь это плохое или хорошее, это то, что у вас вот здесь, то, на чем вы вибрируете. Это не берется из ниоткуда. Вы должны это осознавать. Любая хорошая или плохая ситуация, они приходят. У нас с вами абсолютно каждая мысль, у каждого человека обладает энергией. И мы с вами думаем непрерывно. У нас нет моментов, когда бы мы не думали. Ночью мы думаем бессознательно, потому что мы находимся с вами в состоянии сна. А днем мы находимся тоже в бессознательном состоянии. Большинство людей находится в бессознательном состоянии, то есть действует на автоматизме, совершенно не думая. Совершенно. Совершает действие и не думает. И если что-то выработано на автоматизме, вроде вождения машины прощается, то абсолютно тупые действия, когда вы просто уничтожаете себя, свою жизнь и творите вообще не понимая чего, и потом получаете то, что вы получаете, вот это уже стыдненько. Вот это уже стыдненько, друзья, в нашем возрасте. Я ни в коем случае не хочу выработать у вас комплексы, но я хочу вас зацепить, конечно же. Моя задача вас спровоцировать, моя задача заставить вас начать думать о своей жизни, заставить вас смотреть на свою реальность и заставить вас осознавать, что вы сами хозяева того, что у вас есть. Нет денег – это ваша заслуга. Вас не любят – это ваша заслуга. От вас ушли – это ваша заслуга. Вас бросили. У нас всё время позиция. Меня бросили, меня оставили, меня уволили. А вы кто? Овцы. Вы овцы, что вас всё время с вами что-то делают? Простите. А что вы делаете в это время? Вопрос, внимание, чем вы заняты в это время? Каждый человек, который рассказывает о позиции того, что с ним сделали, он рассказывает так, будто бы он не при делах, будто бы он овечка. Его водят, так знаете? И он вот овечка, я не виноват, вот он сам пришёл. Нет. Мы взрослые люди, и мы имеем потрясающую возможность взять ответственность за свою жизнь. Что бы мы ни натворили, сколько бы лет нам не было, что бы с нами ни происходило, какие бы ошибки мы ни совершали, это опыт. Но у нас есть возможность до тех пор, пока мы дышим с вами, у нас есть возможность это изменить, прежде всего, вот здесь. И для этого нам просто нужно это захотеть и начать копать эту тему. И понять, и поверить в то, что абсолютно всё реально. И по поводу вот этого «много хочу», «мало могу» – да это вы хотеть не умеете. Когда вы говорите ещё раз «много хочу» и «мало могу», это означает «я ленивая жопа» и ничего не хочу хотеть и делать. Если бы мне дали, ну дать вам могут только под зад. И то люди, которым вы небезразличны, среди них я. Всем остальным на вас просто плевать. Вы должны это осознавать. Что такое работа? Работодатель берёт и нанимает людей, которые должны выполнять работу. Хорошо выполняешь, окей, здорово. У тебя есть какие-то перспективы и возможности. Плохо выполняешь – иди под зад. Целая очередь из таких же, как ты. Тебя взяли, поменяли, и ты пошёл дальше. Почему? Да потому что ты из себя ни черта не представляешь. Потому что ты ничего делать не умеешь и не хочешь. Потому что у тебя корона, и ты считаешь, что тебе нужно, чтобы платили деньги. А работодатель, сколько бы тебе ни платил, он всё равно козёл. Ну, welcome. You are welcome. Вот отношения. Я вам рассказываю так, как это есть в жизни. И если вы хотите из себя что-то представлять, если вы хотите, чтобы вас ценили, вы должны сами научиться себя ценить и создавать. И создавать себя день за днём, осознанно, разбирая и понимая, что в вашей жизни происходит, почему это происходит. Это всё настолько предсказуемо, управляемо. И, ну, это просто. Это на самом деле просто. И когда вы в это начинаете включаться, вы сами начинаете видеть всё это устройство. Но это не для каждого. Не каждый это хочет. Для большинства людей всё-таки позиция ведомого человека гораздо ближе. Поэтому если вы хотите уравновесить желания и возможности, начинайте всё-таки с желаний, а не с возможностей. Ваши возможности подтягиваются всегда под ваши желания. Вы должны это понять. И желать вы должны не просто проговорив что-то. Вы должны изменить свою энергетическую волну на то, чтобы ваши желания стали частью вас. Для того, чтобы, закрыв глаза в любой момент, вы сразу же видели то, чего вы хотите. Для того, чтобы когда проезжала машина, та вот сзади где-то, которую вы хотели, вы знали, что это эта машина, что это часть вашей машины. У меня есть такая история, ну не история, а такая длительная тема моих взаимоотношений с Бентли. Мне очень нравится Бентли. И я, ну в общем, у меня так неоднократно было, что я хочу эту машину, потом я не хочу эту машину. Ну потому что она очень своеобразная, она очень дорогая. И в плане дорогая, то есть знаете, она как для меня, она такая всё-таки машина неповседневная. То есть она вот как, знаете, как туфли на очень высоком каблуке. Ну вот я её так воспринимаю, потому что я очень люблю джипы там, ну в общем. Но тем не менее, я каждый раз все Бентли я замечаю на дорогах, ещё где-то. Я недавно еду на машине своей, и что-то опять подумала о Бентли. Что-то у меня там такое. Я думаю, надо хотя бы с кем-то познакомиться и покататься нормально за рулём этой Бентли. И я припарковала машину, сходила в зал, выхожу, и меня припёрла машина. И я так не вижу, какая машина, я подхожу к водителю, стучусь в окно, говорю, откройте, пожалуйста, мне надо, отъедьте, пожалуйста, мне нужно выехать. И смотрю, он сидит за рулём Бентли. И я прям начала ржать. Я такая ему, о, здрасте. Вот, начала ржать, потому что думаю, ну вот, вот ты притянула свою Бентли, Оля. Вот такая замечательная история. Если вы хотите научиться всё это делать, если вы хотите с этой темой ближе разобраться, вы уже все знаете, потому что вы точно меня смотрите не первый раз, что мы этим всем занимаемся на рерайтере жизни, в клубе. Рерайтерцы – это мой марафон и вообще мой проект, в котором я сегодня живу, в котором я сама практикую. У меня, кстати, лежит, я тут, это моя офисная часть. Это вот мои листики с практикой, чтобы вы понимали. Лежат. Вот. И это очень круто работает. Это работает, это меняет вас изнутри, это меняет вас внешне, это меняет вашу реальность, и это знакомит вас с самим собой. Это правда мега круто. И, наверное, это лучшее, что я могу пожелать своим друзьям. Я практикую это уже с детьми. Это очень классно работает. И если вам эта тема интересна, я буду рада вас видеть. Ссылочка на марафон «Рерайтер жизни» есть у меня сверху. 1 октября у нас стартует новый поток, 7. И с 27 числа уже через пару дней у нас начнется продажа пробной версии, где можно будет за 5 долларов зайти в марафон и несколько дней с нами побыть. Мы пишем книгу «Своя жизнь», мы описываем то, о чем я вам рассказывала. Мы описываем в деталях изначально, какой мы хотим видеть свою жизнь. Мы изучаем силы работы нашего разума. Платно, потихонечку я вам все это рассказываю, объясняю для того, чтобы вам было понятнее. И затем через месяц, когда заканчивается марафон, если вы понимаете ценность того, что я даю, вам это интересно и вы видите результаты, то, в принципе, большое количество людей переходит у нас в клуб «Рерайтерцев» и дальше начинается отдельная новая жизнь с миллионом практик и с миллионом чудес. Я вам желаю, чтобы ваши желания были безумные. Я вам желаю, чтобы вы не ограничивали себя. Я вам желаю, чтобы вы никому не верили, кто говорил, что это невозможно. Возможно, все, во что вы способны поверить. Просто знайте это и не сомневайтесь в этом. И вы убедитесь в том, что это работает. Пробная версия появится на сайте с 27-го числа. Вот прямо на сайте появится пробная версия. Будет ее там ценник 5 долларов. Она будет у меня анонсироваться еще в сториз, так что вы точно не пропустите. Спасибо большое, что вы приходите на мои эфиры. Мне это очень приятно. Я буду дальше стараться вещать для вас в формате ежедневного, по крайней мере, в будние дни. И подбирать для вас интересные темы. И помните, много хочешь, мало получишь – это не ваше убеждение. Поменяйте его на другого. Я получаю все, что я захочу. И после этого не забывайте, что хотеть нужно по-крупному. Не ограничивайте себя тем, что окружает вас в реальности. Вы подключены к изобилию всей вселенной. Закрывайте глаза и желайте самое-самое-самое, что необходимо вам. И если вы будете это делать регулярно, и тем более, если вы подружитесь со мной в рерайтере, я вас уверяю, что непременно, рано или поздно, вы получите все, о чем вы будете желать. Обнимашечки всем вам и хорошего вечера.